всем привет меня зовут алена я очень рада видеть вас на своем канале сегодня у меня день активных сборов потому что ближайшую неделю мы проведем в отпуске да решили все-таки его в этом году не отменять и давайте пока есть у меня минутка я покажу вам что же виду везу с собой во-первых посмотрите у меня будет просто прекрасный такой парад замечательных вышивальных аксессуаров сумочек в общем а не все твои подарки в работе в использовании очень и очень красиво еще раз тебе огромное за них спасибо вот каждый раз беру в руки и радуюсь и так здесь у меня едут два набора ну вы знаете да я всегда с собой беру больше чем могу вышить лучше свозить больше чем остаться без вышивки два набора из коллекции вот этих зимних игрушек dimensions я в прошлом году вышивала точно также в отпуске хотела сказать слоника как он называть олененка олененка я уже вышила не могу к сожалению показать сейчас готовую работу потому что далеко убрано уже все в коробку с новогодними игрушками и вот еще два наборчика у меня есть оба беру с собой начну с елочки то есть основной мой приоритет это конечно же елка но если останется время и возможность то буду заниматься саночками что я буду менять в елке я буду использовать так же как и в олененке золотую нитку я золотом вышью звезду и золотом вышью вот эти вот гирлянды которые между красненькими шариками а здесь я думаю что только звездочку ну то есть я хочу чтобы в каждой игрушке у меня присутствовала металлизированная золотая ниточка этот вот классический второй цвет пора уже пополнять запасы самое используемое ниточка мне кажется это первый крейник который у меня вообще собирается заканчиваться вот так что такие два наборчика давайте пока отложу значит что буду вышивать скажем так более стационарно да я конечно же еще беру с собой станочек мой станок для пялиться от золотых ручек очень удобно разбирается компактный отлично можно с собой везде брать и на нем я буду вышивать сейчас сейчас достану елочку да 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 вот он мой французский проект буду вышивать эту елку вышиваю здесь по цветам это достаточно легко и просто и посмотрите как удобно у меня сюда вот вошли даже большие пальцы и нитки тоже так как я здесь вышиваю по цветам соответственно никакой парковушки мне не нужно не нужно брать с собой только вот этот сами ниточки и моя елочка надеюсь что все-таки смогу может я хотя бы елку саму вот эту зеленую дошли и на всякий случай то есть у меня есть вообще две работы вот это который я собираюсь вышивать и вот эту елочку две елочки смотрите прям подготовка к новому году две елочки это те две работы которые я и планирую вышивать остальное это все на всякий случай санки на всякий случай и но мало ли а вдруг а как я возьму и как все вышью вы знаете каждый раз так думаю и да я думаю что он вы уже узнали что вы знаете какой процесс у меня живет в этом конвертике это мишки от джан длин готовые я конечно с собой не повезу а может и повезу для вдохновления пусть лежат значит 4 работы у меня уже готовы не могу пока так и подобрать нужный цвет металлизированной ниточки поэтому вот этот посох остается немножко недошитым я про него помню не забываю и в этот раз я буду вышивать ангела вот этот мешутка ангел он идет там следующим у него наверное можно будет свечку золотистую вышить а может быть еще не пойму тут крылышки или что-то у него или это просто складки такие серенькая в платье в этом балахоне не знаю не видно но огонек как минимум точно можно будет золотистым вышить поэтому да вот тот золотистый цвет он мне на оба на оба процесса пригодится вот так что в принципе есть чем заниматься есть и маленькие работы и большие но посмотрим с вами что получится сделать но еще конечно же помимо вышивки будем развлекаться книгами это я беру для сына сейчас дорогу чтобы ему было там как всегда вы эти бывают моменты подождать чтобы ему было чем заняться вот старшенький будет читать это уже по моему восьмая серия ой восьмая книга в этой серии вот эти пять юных сыщиков жалко только что каждый раз они все тоньше и тоньше он очень и очень любит я читала по моему первые две ему а дальше он уже читает сам так что на младшую среднюю школу можете обратить внимание немножко картиночки есть очень очень классная серия мне нравится там то ли 12 то ли 15 книг будет в общем есть что почитать и так и не договорила я про книги значит себе беру прачета это цикл из трех книг про мойста фон липвига должно быть что-то такое веселенько интересно но мне кажется да как раз будет в отпуск уже начала говорить да о том что это моя вторая попытка знакомства с этим автором первый раз я пробовала аудиокнигу года наверное три а то и четыре назад и в общем как то не пошло но тем не менее интерес и желание осталось так что вот думаю в этот раз будет надеюсь что в этот раз все будет удачнее и вот такой вот сборник рассказов от джо хилла страшилки вот но в свое время я зачитывала стивен кингом решила попробовать что пишет его сын и как раз специально выбирала небольшое произведение много маленьких рассказов мне кажется будет удобно понять мой это автор или не мой ну вот собственно и все с этим всем я отправляюсь в отпуск итак половина отпуска уже позади как обычно на съемке к сожалению времени нет но я решила что хотя бы такие хотя бы серединный отчет какой-то нужно о своих продвижениях сделать поэтому давайте посмотрим что у меня к этому времени готова ну с одной стороны не так много как хотелось бы а с другой отдых это и есть отдых они все же за пальцами и за вышивкой сидеть начинаю с елочки по ней как мне кажется у меня очень хорошее продвижение сейчас точно скажу в крестиках 925 925 крестиков я отшила и я полностью вышила все цвета которые используются в самой елочке то есть все что здесь именно в зелени используются эти ниточки я полностью вышила ну и заодно вот вы видите в подарочках тоже недостающие крестики сделала остается мне уже совсем совсем немного я вот поглядываю здесь в сагу по марафону то есть целиком у меня идет остаток в 1100 крестиков хотя нужно иметь ввиду что какое-то количество бэка здесь еще не нужно учитывать потому что у меня схема же есть рядом здесь же на схеме дан как это дан план как нужно эту работу вырезать потом вот посмотрите вот этот пунктир так как работа должна быть вырезана и он тоже повторяется в перенаборе то есть понятное дело что вышивать его не нужно но как-то вот на процента он тоже влияет поэтому сто тысячи давайте ограничимся круглой такой цифры еще тысячи крестиков по марафону это все что нужно сделать для завершения этой работы а если уже конкретно считать только крестики то их осталось всего 505 всего лишь 505 крестиков и вот давайте прям в перенабор и посмотрим мне кажется так прям четко сразу видно что у меня осталось в самой елочке только шарики и подарки внизу собственно и все под конец буду делать обязательно золотую звездочку не зря же я с собой эту ниточку брала да и по поводу золото смотрите вот здесь еще на подарки золотая ленточка желтая золотая она вышивается двумя цветами один светлый он совпадает со звездой ну и второй немножечко темнее я решила что золото в подарки я использовать не буду золотая у меня будет только звездочка только гирлянда вот этот вот бэк а подарок я как раз вышью теми желтыми цветами которыми и предполагается по схеме вот очень очень надеюсь в ближайшие дни нам все это завершить ну и может быть все таки хотя бы чуть-чуть начну с аночки вот это то что касается елочки теперь про другую елочку на у меня везде одни сплошные елки здесь продвижение было по моему несколько меньше сейчас точно узнаем елочки кстати я же почти до пятидесяти процентов дошла в этой работе у меня 27 7 процентов и крестиков я вышла 622 за прошедшие дни до поменьше мы в номере практически не бываем вышивать в общем-то и некогда но видите по вечерам по чуть-чуть понемножку тоже шью елку я думаю что все таки но вы еще помните предыдущий кадр так как эта работа выглядела и здесь потихонечку-потихоньку сама елочка тоже прибавляется у меня осталось вот этим цветом которым я отшиваю сейчас таким средне зеленым по моему крестиков 200 что ли сейчас я вам скажу да 206 и еще будет один четвертый зеленый цвет тоже в хвой использоваться его около 500 то есть всего где-то 700 с небольшим 700 с небольшим крестиком хотел уже сказать тысячи конечно перебор 700 с небольшим крестиков у меня осталось чтобы вышить именно саму елку полностью хвою да единственный есть такой нюанс я что-то не уверена своем перенаборе вот вот это вот сюда посмотрите на этот момент то есть помимо зеленых цветов зря наверно увеличила в елке есть видно вот темно-коричневые проглядывает ствол есть вот здесь в бок уходят коричневые веточки и есть одна вот такая вот светло-коричневая я вот теперь не знаю не ошиблись ли не ошиблась ли я потому что как вы видите очень очень похожи символы в зиточки до веточки и два ромбика может быть вот этого серого цвета здесь быть не должно может быть должно но как-то в общем я смотрю целиком на эту елку не могу понять это я ошиблась в перенаборе или нет а у меня с собой нету журнала я его естественно не брала но думаю что я вышивать не буду потому что если что дома приеду проверю и дошью если вдруг нужно будет зеленым возьму и дошью а если нет то конечно же в общем в любом случае это лучше чем пороть дошить недостающие что вот вот такая у меня осталась елочка я на все остальное даже не замахиваюсь то есть это какой в а 580 ну почти 600 почти 600 это последний зеленый цвет и тот который я вышиваю где-то нужен этот вот он 200 уже на самом верху такие вот кусочки у меня остались дошью ой знаете это будет классно если я за отпуск вышью полностью вот эту самую елку это тоже будет очень и очень хорошо понятное дело что до мишек а джан линь я не дойду уже совершенно точно это ясно и понятно они скатались сюда просто так но вы знаете лучше взять больше и оставить потом что-то не вышитое чем остаться без вышивки все вот такой елочный у меня отчет получился ну я отправляюсь вышивать дальше что ж наш отпуск завершился зеленые пальмы за окном сменились яркой красочной осенней листвой я уже потихоньку да не только я все мы вместе входим привычный рабочий ритм разбираем дела накопившиеся за время отсутствия и теперь у меня появилось время подвести итоги вышивальные вышивальные итоги отпуска ну и конечно же что касается моего самого главного отпускного процесса елочка от дименшенс готова полностью такая уже традиция образная складывается в прошлом отпуске был вышит олень в этом елочка да у меня остался я сейчас немножко так перескакиваю с одного на другое у меня осталось полтора дня буквально в конце и я думала начать санки но потом решила что нет толком я вышить уже ничего не успею оставлять их в каком-то таком полу да даже не наполовину да едва едва надкусанном состоянии я не хотела поэтому приняла решение вот набор даже не вскрывала не открывала это у меня будет уже задел на следующий отпуск ну вполне себе традиция нужно будет дособирать окончательно все эти игрушки и потихоньку понемножку так по одной будет вышиваться очень приятно каждая игрушка будет напоминать мне о том или ином отдыхе ну и что касается елочки чуть больше двух тысяч крестиков в итоге было сделано вышивать легко удобно да по бумажной схеме несколько медленнее чем по саге но это я уже привыкла разбаловалась а так схема конечно четко яркая понятно чуть-чуть она у меня потрепалась вот здесь вот на сгибах ну понятно я ее каждый день туда-сюда таскала вот немножко здесь видны такие моменты но так как работа небольшая я понимала что у нас сейчас уже возьмет вышлица собственно это такая немного потрепленная схема мне никоим образом не помешает красиво получилось очень и очень красиво не супер ровный французские узелки но не особо они у меня получаются одной рукой на пластике потому что я никак основу не фиксирую и конечно может быть где-то можно было быть чуточку поровнее но в общем и целом мне очень нравится как все в итоге выглядит бэк лег отлично золотистая ниточка тоже здесь смотрится просто потрясающе ну как всегда невозможно это все передать на камеру не хочет она никак блестеть но действительно такие искорки я все верю в то что когда это висит рядом с гирляндой непосредственно на елке это там как раз уже сияет сверкает и все получается все выглядит очень и очень здорово так что к новому году оформлю еще одну игрушечку будут висеть уже с оленем где-нибудь рядышком получилось в принципе ровно то что и было заявлено на превью единственное наверное чуть более яркие цвета вот такие кислотные я бы даже сказала елочка более кислотная смотрится на фото но вы сами понимаете это как обычно нюансы печати цветопередачи а так вот один в один что обещалось то и получилось что касается ниток тут их остается огромное огромное количество правда не совсем понятно вот смотрите например зеленый есть цвет светло зеленый цвет один из тех которые используются ну естественно в елке его всего было две пасмы и от второй у меня осталось уже половина то есть я прилично так в процентном соотношении и стратила а каких-то других цветов ну например алый да самый первый посмотрите 4 пасма у меня даже от первой осталась еще одна нитка зачем было столько я там если честно даже в какой-то момент испугалась думала я что-то что-то ошиблась но в чем здесь можно ошибиться вот эти красные только шарики шарики немножко в бантах зачем было столько цвет цветов да столько метров навешивать белого тоже осталось огромное количество но в общем ниток с одной стороны за глаза с другой стороны какие-то цвета вот здесь тоже зеленые достаточно сильно так использовано так или иначе два раза я вышивать не буду эти нитки все конечно приберу и оставлю себя в коллекции хотя я до сих пор так не разобрала ни одни сколько у меня выше то получается еще вот эта игрушка с оленем два больших набора это орел и тюльпаны и маленький голд с маячком по-моему это весь дим если я ничего не перепутала из того что я вышивала его до сих пор у меня все так лежит не разобранное нужно как-нибудь этим всем заняться вот так что здесь у меня получился финиш ура ура такой совершенно неожиданный непредсказуемый это еще вдвойне приятно и переходим к моей второй елочке и в общем то я думаю вы можете заметить что она находится ровно в том же самом состоянии в котором мы с вами ее в прошлый раз и видели 600 что-то там 622 что ли крестик я вам озвучивала было вышито за время отпуска ну в общем то все точно так же и осталось тех пор я к этой работе не прикасалась вы возможно уже заметили что я поменяла пяльцы да я сняла это самые большие квадратные нурги четвертый номер я сняла с этих пялец лисят своих хотя очень не хотелось для меня это достаточно как оказалось удобные размеры я уже подумываю о том что надо внести эти пяльцы в список покупок и еще хотя бы одни приобрести но в предыдущие пяльцы которые у меня была заправлена это елочка вот самые большие это я уже не помню что класс ангес по-моему а может тоже нурги ну неважно в общем такие обычные деревянные пяльцы у меня целиком дизайн не входил нужно было что-то делать ну вот я решила что ладно лисят я переодену на что-нибудь другое итак мы с вами расстались на том да а сейчас по идее у меня должно войти вообще весь дизайн полностью потому что он занимает 22 на 22 сантиметра он квадратный а эти пяльцы по узкой стороне 25 так что по идее по идее где-то совсем в край в край но я все-таки должна уместиться это было бы здорово я как вы знаете не люблю туда-сюда переставлять работу а рам свободных у меня сейчас нет не хочу я снимать все те работы которые на них надеты не хочу вот итак в елочке я собиралась дошить собственно саму елочку что-то там 700 800 крестиков да еще два цвета то есть тот зеленый который я вышиваю сейчас и еще один я даже не помню честно говоря он светлый или темный но в общем какой-то четвертый цвет тут всего в елке используется четыре зеленых два уже отшита третий практически отшит нужно вот около 200 крестиков уже здесь в самой верхушке и четвертым там 500 почти 600 не помню точно сколько 580 где-то так это будет четвертый цвет и тогда сама елка именно зелень будет полностью отшита и именно этот этап я хотела завершить в отпуске но не успела однако он мне как-то так не дает покоя знаете незавершенное дело вот именно этим процессом я сейчас и хочу заняться хотя планов то конечно еще других достаточно много но не отпускает не отпускает меня эта работа поэтому сегодня займусь именно ей у меня кстати уже четверг 27 что у нас октября то есть месяц закончится достаточно скоро и давайте наверное сразу тогда о планах да то есть ближайшие вот сегодня и наверное завтра хотя посмотрим может и за сегодня получится день должен быть достаточно свободный я занимаюсь этой елкой далее я занимаюсь обязательной программой да это мой сэмплер я просто думаю что мы с вами уже до конца этого месяца не будем прощаться не будет никаких отвлечений и прерывать видео я тоже не буду давайте уже вот эти дни проведем с вами вместе поэтому сразу поговорим обо всех ближайших планах и так мой сэмплер мы с вами продолжаем вышивать вот этот ряд здесь у меня 4 элемента вставлю сейчас превью очередная птичка странного конечно вида я не знаю как это гусь переросток какой-то цветочек ну цветочек она в африке цветочек и парочка кораблей тоже там не особо что-то есть интересное в этих элементах но тем не менее вышить их нужно чуть больше тысячи крестиков они все составляют вот ими я и буду заниматься получится у меня захватить то есть если все супер быстро как-то пройдет и захочется продолжить работу с этой вышивкой я конечно же еще продлю бордюр потому что как вы видите он у меня с этой стороны если слева я его все-таки опустила да и у меня сейчас бордюр даже чуточку ниже вышитой вышитых элементов то здесь когда элементы будут вышиты вот этой части бордюра мне как минимум будет не хватать но посмотрим самое главное вышить и до конца месяца успеть отчитаться и я очень надеюсь что не до самого последнего дня я буду этой работой заниматься потому что я хочу повышивать водоле да я пообещала своей подруге что последний день перед отъездом который у меня вроде как должен был быть более-менее свободный я посвящу именно тому процессу но нет дела в общем-то дела никуда не делись повышивать я так и не смогла но обещание нужно выполнять да к тому же я сама тоже скучаю по той работе так что после завершения сэмплера я буду вышивать водолея очень надеюсь что все эти три планы то бишь ёлка сэмплер водолея мне удастся в последние сколько четыре пять три процесса на пять дней я надеюсь что мне удастся все запланированное выполнить и повышивать ну и соответственно вместе с вами будем смотреть как это все будет у меня реализовано прошло два вышивальных дня вышито семьсот восемьдесят шесть крестиков и этап с ёлочкой завершён да полностью теперь ёлка здесь готова она конечно пока очень такая смешная особенно с этими пропусками всё что где будут шарики где будут птички сидеть веточки ствол в общем да пока она такая немножко смешная ещё я очень надеюсь что в правильном месте вот эти три зелёных крестика вышло как вы знаете считать не люблю но уже уже ради трёх крестиков оставлять недошитый цвет не хотелось поэтому посчитала здесь вот будет девочка и у неё из-за головы буквально вот край веточки будет выглядывать результатом я очень довольна получается симпатично хотя конечно в общем смешно не знаю пока смешно эта ёлка выглядит верхушка тоже какая-то такая обрубленная я сначала думала что где-то что-то ошиблось в перенаборе но нет там просто на самой верхушке будет сидеть птичка здесь вот прямо прямо наверху будет птичка и тогда уже будет соблюдаться такая более правильная треугольная форма но в процессе конечно всё очень приятно да был небольшой разброс но ничего такого критичного никаких там одиночки были но совсем немножко и вообще в общем и целом процесс для отшива очень и очень приятный но результат тоже я думаю получится загляденье это то что касается ёлочки дальше по планам мы с вами уже поговорили я перехожу к своему итальянскому сэмплеру буду вышивать там необходимую тысячу сегодня утро субботы то есть впереди два выходных посмотрим насколько они окажутся вышивальными или нет дома к сожалению в очередной в очередной раз лазарет но я думаю ничего совсем мы с этим справимся и ещё пару моментов которые я вам хотела сказать ещё в прошлый раз но забыла об этом по-моему перед отъездом не показывала вам что помимо замечательных аксессуаров которыми дарила Аня я ещё в этот раз вывезла впервые свою косметичку которую шила я думаю что вы о ней помните и в общем я её превратила в такую именно косметичку здесь всевозможные там резиночки ободочки заполки очень было приятно так знаете каждый раз утром в ванну идёшь в общем понравилось мне понравилось использовать собственные такие да собственного изготовления вещицы так что да нужно продолжать нужно оформлять ещё всевозможные такие работы которые вышивались для прикладных целей и ещё я вам не показала обновки сама ещё даже не открывала не рассматривала заловку подарила несколько отрезов тканей для оформления вот смотрите здесь их 4 один он отличается вот все вот такие ёлочки очень симпатичные может кстати куда-то к гномикам они подойдут нужно будет подумать и вот эти три отреза они похожи вы видите у них одинаковый такой рисунок но они отличаются цветом цветом вот этих полос бордовые зелёные и красные тоже очень красивые новогодние ткани я уверена что найду им где-нибудь применение так что такие обновочки у меня вышивальные рукодельные появились но сейчас я скорее скорее да прям не хочется мне сейчас затягивать и долго о чём-то болтать потому что скорее хочется отправляться вышивать свою тысячу крестиков обязательную тысячу нужно успеть до конца этого месяца понедельник 31 октября последний день месяца и давайте посмотрим что у меня за прошедшие дни получилось сделать во-первых я полностью выполнила часть октябрьскую часть в своём сэмплере все элементы готовы вышивалась достаточно быстро тут получилось 1109 по-моему крестиков и буквально за полтора дня я всё это сделала ну сами видите допустим тот же самый гусь вышивается всего двумя цветами объёмные такие части сплошная фактическая зашивка шьёшь шьёшь ни на что не отвлекаешься в корабле тоже было достаточно всё просто и как вы видите я не стала выполнять бордюр ну просто не захотелось я сделала тот обязательный минимум который должна была и на этом всё закончилось то есть у меня осталось у нас у всех осталось еще две части ноябрь и декабрь вот здесь последняя полоса нас ждёт я уже не жду ничего особо интересного но так или иначе работу я закончу несу уже потом некоторые изменения я вам об этом говорила кое-какие цвета всё-таки подправлю и так или иначе она будет вышита но чего греха таить я действительно уже с меньшим энтузиазмом за это всё берусь благо что хотя бы работа достаточно простая части временами ну да что то есть конечно большое но бывают и совершенно небольшие то есть выше тысячи крестиков это не такой уж большой не так много силы времени нужно на это потратить так что с этой обязательной программой я справилась достаточно быстро когда буду я в конце концов зашивать бордюр буду ли я стараться сделать это обязательно в этом году и получить к концу года финиш я не знаю но будем всё по ходу вдруг там сейчас такие какие-нибудь фантастические красивые цветы не знаю птицы что ещё тут может меня заинтересовать вдруг как-то вдохновение появится больше и тогда уже конечно же дошью с большим гораздо интересом ну а сейчас сейчас я возвращаюсь к своему водолею любимый и мной и многими моими зрителями водолей да как вы видите я уже начала начала работу над следующей частью просто не было возможности вовремя сделать съёмку я думаю ну что ж ждать не буду тут у нас в принципе всё с вами идёт стандартно по фрагменту 800 крестиков я потихонечку потихонечку отшиваю и сейчас мы будем с вами находиться вот в этой вот части то есть под под листочком я вышью и синие вот эти вот пузырьки и кусочек зелёного листа также будет вот здесь вот с левой стороны выше у меня остался в общем-то один день сегодня вышивальный и осталось 488 крестиков вот в этой части то что мне говорит сага и вы знаете что если у меня так получится что я ой так это всё ребёнок рвался подарить мне цветочки собранные из лего ну так вот вернёмся к водолею у меня осталось 488 крестиков в этом участке и если у меня получится вышить их достаточно быстро то мы с вами сегодня же вечером повстречаемся закончим этим самым видео и вообще будет здорово если я ещё и смонтировать его успею то есть я не буду ждать окончания сегодняшнего вышивального дня как обычно всё это тянуть до утра нет мы с вами сегодня тогда закончим чуть-чуть пораньше вот ну посмотрим как оно пойдёт отправляемся сейчас собирать в лего а уж когда я смогу вернуться за станок я даже и не знаю утро понедельника 31 октября и у нас за ночь выпал первый снег видите он пока лежит никуда не тает сыпет сильный ветер ну что ж теплая мокрая осень похоже заканчивается начинается уже холодная погода ну что мы как всегда готовы в наших широтах это конечно же не новость итак окончательная точка в этом видео завершённый очередной фрагмент водолея вот в этой части я вышивала готово 807 крестиков и как вы видите с левой стороны как и было обещано появилось начало нового листочка это всегда приятно мне очень нравится абстрактные вот эти волны брызги и всё такое прочее но когда какой-то чёткий предмет появляется на работе это конечно же тоже очень-очень приятно сразу так картинка для восприятия становится более понятной более чёткой и ещё приятно что до конца этого ряда у меня остаётся чуть больше чем полтора фрагмента здесь тоже будут листья достаточно простой элемент именно по части вышивки достаточно интересно потому что это будут такие чёткие и понятные красивые листочки на этом я буду своё видео завершать мы так с вами долго-долго почти даже наверное чуть больше чем две недели мы с вами вместе провели большое вам спасибо за внимание встретимся в следующем видео там мы уже будем подводить начнём по крайней мере да с подведения итогов октября потрясающий месяц столько финишей замечательные получились работы построим конечно же планы на ноябрь ну и будем дальше вместе вышивать всё всем пока так